12 апреля 1961 года в 9.07 по московскому времени человек впервые полетел в космос. Юрию Гагарину было 27 лет. На космическом корабле «Восток-1» совершил виток вокруг Земли за 108 минут и благополучно приземлился на Землю. Тем самым навсегда изменил ход истории. Юрий Гагарин – первый человек, который увидел нашу планету из космоса. В Одинцовском историко-краеведческом музее прошла встреча, посвященная 90-летию со дня рождения легенды. О сложном этапе подготовки к полету, о мужестве и героизме космонавта, о семье и юности говорили со школьниками честно и без прикрас. Кажется, что неизвестных страниц в биографии летчика не осталось. Старшеклассница Полина Шакирова о Гагарине знает многое, но не все. Меня удивило, что человек, будучи тем, кто первый отправился в космос, он был обычным простым парнем, который, по сути, не выделялся среди других. Единственный, кто был на приеме у королевы. Голливудские актрисы стояли в очереди за его автографом, сходя с ума от улыбки Гагарина. А знаменитая «Поехали» стала крылатой фразой. По словам полковника ракетных войск Владимира Федосова, космос и сейчас манит юных исследователей. У нас еще Луна, Марс готовится, плюс станции новые. Это же профессия, это же покорение, это же интересно. Все, кто мечтал о небе, это же есть космос. Встречи и беседы, посвященные первому человеку в космосе, грядущему Дню космонавтики, продолжатся в апреле, чтобы подрастающее поколение смогло лучше понять и изучить такую необъятную планету по фамилии Гагарин. Татьяна Верняковская, Денис Харламов, телекомпания «Денцова».